Мы возвращаемся на зимние дорожки российского картинга. К примеру, это соревнования в городе Стеклодулов, Гусь-Хрустальном, что во Владимирской области. Если посмотреть соответствующие документы, то первым пунктом регламента этой гонки значится дальнейшее развитие военно-технических видов спорта в Российской Федерации. Дальнейшее развитие традиционно проводится на стадионе «Труд», превращенный в ледовый трек по случаю зимы. Участники соревнуются в классах «Ракет-120», «Пионер», «Юниор», «Союзный» и «Свободный». Последний из вышеупомянутых классов и, естественно, самый мощный, демократичный и поэтому самый быстрый. Гонка собрала около 40 спортсменов из Владимира, Коврова, Рязани, Суздаля и Гусь-Хрустального. В неизбалованных спонсорами и бюджетными вливаниями регионах все держится на энтузиазме. Без Владимира Ромейкова, который и призы готовит, и флагом машет, и прессу подтягивает, не было бы картинга в Гусь-Хрустальном. Кстати, гонки здесь проводятся при поддержке местного ГИБДД, что тоже радует. Аварий нет. Идем дальше. И снова шипы, снова лед, снова публика на сугробах, ограждающих трассу. Но это не трек, это совсем иные зимние соревнования. Они популярны в одном из российских картинговых центров – в Поволжье. Мы с вами в городе автомобилестроителей Тольятти, где уже в третий раз проходит зимний лично командный турнир на кубок «Ладо Спорт». Поучаствовать в этих соревнованиях может каждый, кому по карману сравнительно небольшой стартовый взнос и по силам справиться с обязательными тестами. Вот почему на старт каждого этапа выходят по 20-30 участников, самым старшим из которых уже по 40, а самым младшим всего по 9 лет. Удивлены? Таких тут даже двое. Обоих зовут Егорами и оба на картинговых трассах не новички. К примеру, Егор Охотников из Ульяновска за рулем не первый год. С какого же возраста он занимается картингом? Я семилет. Семилет? Да. Другой Егор – Санин из Тольятти. Гоняется не один, а вместе с папой Дмитрием и на трассе ему почти не уступает. Опыт пока берет верх над молодостью, но отцовские достижения Санин-младший оценивает критично. У него не очень далеко от меня, но чуть, конечно, получше. И все же ребятня здесь достаточно редкое исключение. Основу кубка составляют гонщики в возрасте от 15 лет и старше, причем среди них встречаются и опытные спортсмены. В автоспорте я как бы еще и в кольцевых гонках участвовал, получается, 14 лет. Разумеется, среди участников есть и представители команды «Лада Спорт», организовавшие эти соревнования. Соперники почти все те же остались. Многие гонки я с ними ездил. Хорошие соперники, все в основном друзья. Артур Вилькс, Павел Кальманович, Арнольд Демьяненко, Павел Алешин, Тимофей Шаров, Александр Щенев. В нашем тележурнале эти имена звучат довольно часто. Вот разве что Штефана Хака в этой компании не хватает. Но русская зима для чемпиона Европы, видать, слишком суровое испытание. Очень холодно и можно в Менингит или виспаление легких хватить. Зато на первых двух этапах блистала наша российская знаменитость – Кирилл Ладыгин. Кстати, именно он выиграл оба предыдущих зимних турнира на кубок «Лада Спорт», проходивших в 2006 и 2007. Соревнования проводятся по трековой схеме. На старт выходят по шесть гонщиков и в предварительных заездах каждый по разу стартует с каждой из шести дорожек. 16 лучших выходят в финальную пульку, где и разыгрывают призовые места. Отличие от трека – в конфигурации трассы, которая требует более разнообразных навыков езды. Чем-то это напоминает популярный во Франции зимний турнир под названием «Трофей Андрос». Вот только на картах, в отличие от андроссовских «Фиатов», «Рено» или «Тойот», нет возможности подруливать задними колесами. Дороговата технология для картинга. В остальном все как у больших, а технику вождения в таких гонках способны понять и по-своему растолковать даже самые юные участники соревнований. Быстро надо менять машину, переставлять ее в любой бок. Они очень резкие особенно, а после нее сразу же резкий поворот идет. Не успеваешь, а тормозится хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Участникам предоставляются карты, подготовленные организаторами. Шасси с увеличенным клиренсом, на котором установлен 125-кубовый мотор «Ротекс Макс» с водяным охлаждением. Радиаторы специальные, зимние. Резина шипованная. На каждой машине предусмотрена регулировка педального блока, чтобы гонщики, независимо от роста, за рулем чувствовали себя комфортно. Остается перед стартом заезда прикрутить к лопате с помощью двух барашков табличку со своим стартовым номером, которую каждый гонщик получает при регистрации и в бой. Хочу пожелать вам в следующих гонках настойчивой победы, честной, справедливой борьбы. И чтобы носы и ноги не мерзли, а мозг был всегда спокойный, устойчивый. И главное, ребята, к победе вперед! Кубок «Лада Спорт» в 2008 году включает шесть этапов, большая часть которых проходит в Тольятти. В зачет идут пять лучших результатов, и борьба в этом турнире проходит очень напряженно. Судите сами, на шести этапах ни одному из гонщиков не довелось отметиться в первой тройке более двух раз. Кирилл Ладыгин и Дмитрий Брагин, возглавлявшие личный зачет после первых двух гонок, не вышли на старт третий, и это давало отличные шансы их соперникам. А соперники были вполне достойны друг друга. Для того, чтобы определить победителя и третьего призера, даже пришлось провести дополнительные заезды. В решающей схватке за первое место сошлись два Павла. Кальманович, отъездивший прошлый сезон в классе Казет, и Алешин, выступавший в КФ2. Победа досталась Кальмановичу, который не только поднялся на верхнюю ступень подиума, но и вышел на первое место в общем зачете. В Тольятти прошли еще два этапа, которые принесли победу Арнольду Демьяненко и Павлу Алешину. А Владимиру Титлову, Семену Звереву, Евгению Курочкину и Кириллу Смирнову места в первой тройке. Павел Кальманович тоже побывал на подиуме на обоих этапах, ведь призовые кубки в этом турнире получают первые шесть призеров. И сохранил лидерство в личном зачете. Следующую гонку принимал Ульяновск. Впервые этап Кубка Лада Спорт по зимнему картингу должен был состояться в Симбирском спортпарке, на временной трассе, проложенной рядом с полюбившимся многим картодромом. Зима в этот день была дождливой. Соревнования проходят в достаточно непростных погодах, условиях. Как обычно, нам матушка природа преподнесла очередной сюрприз. Но мы как можем боремся с ней, хотя это практически бесполезно. Но сегодняшние соревнования состоятся. Я думаю, что зрители, которые пришли на сегодняшнее мероприятие, получат удовольствие от увиденного. Зрители – возможно. А как же спортсмены? Такой свиньи даже от нашей слякотной зимы они не ожидали. Гонки в подобных условиях как-то не тянут на картинговый «Андрос». Это скорее картинговый трофи-рейт. Вот вчера тренировались. Еще как было, лед был, нормально было. Но с вечера на Дульяновском заморосил противный мелкий дождик, и проведение соревнований оказалось под угрозой. Кажется, над симбирским спортпарком висит просто какой-то погодный рок. Я всегда журналистам говорила о том, что вот трасса Нюрнбург-Ринга в Германии, она такая вот необычная, она все время преподносит сюрпризы. Ну, знаете, у нас получается почти то же самое. То есть все время какие-то сюрпризы. Там на Кубок Симбирска, ливень, когда мы тоже пытались отложить старт и так далее. А сегодня на первый зимний картинг вот мы видим эту неимоверную оттепель, тоже необычную для февраля. Ну, вот может быть наша трасса тоже будет какой-то необычной с точки зрения погодных катаклизмов. На этой оптимистичной ноте организаторы приняли решение все же дать старт шестому этапу соревнований. Тем более, что, как мудро заметил Павел Миронов, форс-мажор у нас еще никто не отменял. Спортсмены выдержали необычные испытания с честью, хотя самые маленькие немного жаловались. Было очень сложно, потому что погода вчера была плюсовая, и сегодня утром вся трасса растаяла, пришлось ехать по воде. Но настоящим испытанием этот этап стал для гоночной техники. Едва ли не в каждом втором заезде старт давался дважды. Глохли моторы. Зачастую после гонки приходилось эвакуировать с трассы, не дотянувшие до финиша машины. Случалось, кое-кому финишный створ удавалось пересечь только накатом. И стоит ли говорить, что у механиков в этот день работа была, сколько за все предыдущие пять этапов, взятых вместе? Как оказалось, карбюраторы Делёрта, которые поставляются с моторами Ротекс, совершенно не приспособлены для работы при температуре близкой к нулевой. Застонки приходилось продувать буквально после каждого заезда. Между прочим, с похожими проблемами сталкивались и другие картинговые классы, проводившие зимние соревнования. К примеру, Изикарт. Там удалось найти решение, подобрав к топливу присадку, исключающую залипание заслонки. Гонки, между тем, шли своим чередом. Из-за капризов природы ульяновский этап мог оказаться последним в календаре Кубка. И лидеры, понимая это, пытались выплыть на максимально возможный результат. Хотя расклад сил на раскисшей трассе несколько изменился. Много очень серьезных соперников. Сегодня такая трасса, что стат выигрывал, кто более легкий был. Давно, сколько занимаешь картингом, давно не было такой тяжелой гонки, но тем не менее. После пяти этапов Павел Кальманович, он уступает под номером 10, обеспечивал себе достаточно комфортный отрыв в личном зачете. Это позволило ему в Ульяновске ехать в свое удовольствие и даже немножечко рисковать. Так, на втором круге, четвертого заезда, лидер, которого разворачивает, да-я-я-я, Кальманович. Побороться с Кальмановичем за кубок Лада Спорт мог его тезка Павел Алешин на его карте номер 12. Но ульяновский этап для молодого гонщика сложился не слишком удачно. Ошибка, разворот и обидная баранка в одном из последних заездов. До этого была еще одна баранка, когда на карте Алешина залипла злополучная заслонка карбюратора. Итог – лишь восьмое место по итогам этапа. Зато на отлично выступил Влад Устюгов, номер три. Серия великолепных результатов, включая несколько побед в заездах, принесла ему третье место на этапе. Так-то я уже вроде как КМС, но КМС присваивается только с 14 лет, а мне еще 12. Вторым закончил этап опытный Владимир Титлов. Хотелось, конечно, лучше, но как бы при таких условиях я доволен своим результатом. Ну а победу одержал Артур Вилькс. Свой успех он оценил скромно. Эта гонка была фактически лотереей. И как бы кому повезло, тот и выбился в лидера. Но мне повезло. Через неделю после шестого этапа организаторы Кубка надеялись провести еще один. Там же, в Симбирском спортпарке. Но погода поставила на их планах крест. Очень жалко, мы к этому очень долго готовились. Затратили очень много сил, как материально, так и физических. И, если честно, очень обидно, когда клады труда, более двухмесячного труда, приходят в никуда буквально за один день. Которое, конечно, чуть покороче, чем травма и лидерка. Таким образом, итоги Кубка Лада Спорт пришлось подводить по шести этапам, пять из которых принимались в зачет. Павел Кальманович набрал 391 очко и стал обладателем Кубка. Ближайшие соперники, Павел Алешин, Владимир Титлов и Артур Вилькс, отстали от него на два десятка очков. Итак, зима, а вместе с ней и российские трековые и картинговые гонки закончились. Впереди напряженный сезон, и он обещает быть невероятно интересным. Прибавьте яркость своих телевизоров и удачи в поворотах!